Завтра, 9 декабря, во Дворце детского творчества имени Колющенко стартует 5-й открытый фестиваль семейного музицирования. Участие принимают воспитанники дошкольных образовательных учреждений, школьники, ну а также их мамы, папы, братья, сестры. То есть это такой концерт, где выступают семейные ансамбли. И прямо сейчас мы поговорим об этом с гостями в нашей студии. Итак, у нас в гостях в студии Елена Скорик, заведующая лабораторией искусства гимназии номер 10. Иван и Анна Мацина, учащиеся гимназии номер 10. Я тоже там закончила. И Александра Бигбулатова, концертмейстер, преподаватель по классу фортепиано. Всем доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, семейное музицирование, семейные ансамбли. Наверное, к вам будем задавать этот вопрос. Как пришла вообще идея такого праздника? Давно ли этот проект существует? Изначально фестиваль «Мама, папа и я. Музыкальная семья» проводился в нашей школе, в гимназии номер 10. И он был очень камерный, небольшой, забирал всего лишь 10 коллективов музыкальных ансамблей. А в 2008 году в органном зале состоялся первый открытый уже городской фестиваль семейного музицирования. И посвящен он был Году семьи, который в тот год был объявлен в России. Да, да, да. Мы возобновили эту замечательную традицию проведения семейных праздников. И теперь уже каждый год во Дворце детского творчества имени Колющенко мы проводим наш замечательный фестиваль семейного музицирования. Елена, вы пришли не с пустыми руками. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это подарки, видимо, мы так понимаем. Да, за время существования нашего фестиваля у нас появились свои постоянные исполнители, их поклонники, всевозможные традиции. Так мы выпускаем буклеты, у нас появилась своя эмблема, своя уникальная замечательная статуэтка, которую мы вручаем победителям. На оскаре немножко похоже. Да, в 10 номинациях. Вот один вопрос, какие критерии просто выбираете все-таки, по каким критериям? Победителей или лучших детей? Ну, конечно, самое главное, это любовь к музыке, это красивое исполнение этой музыки, это креативное отношение к исполнению. Разрешите, угадаю, вот сейчас прямо стоят люди, которые, по всей видимости, любят музыку? Да. Да? Знаете, вот в этих случаях надо делать следующим образом. Меньше слов, больше дела. Дорогие друзья, на нашей сцене в студии программы «Наше утро» удивительно талантливые гости, участники фестиваля. Давайте дадим им слово, а лучше время на исполнение потрясающей музыки. Дорогие друзья, на нашей сцене в студии программы «Наше утро» удивительно талантливые гости, участники фестиваля. Дорогие друзья, на нашей сцене в студии программы «Наше утро» удивительно талантливые гости, участники фестиваля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А, это браво! Да, именно такой музыкальной композицией будет агента 007. Да-да-да, это будильник этого агента. Спасибо вам огромное, друзья. Мы желаем вам победы в этом конкурсе обязательно. Ну и напомним, что у нас в гостях сегодня были Елена Скорик, заведующая лабораторией искусства гимназии номер 10. Иван и Анна Мацина, учащиеся гимназии номер 10. И Александра Бекбулатова, концертмейстер, преподаватель по классу фортепьяно. Спасибо вам огромное за это настроение.